Девочки, доброе утро! Уже день на дворе. Мы сходили только что в поликлинику. Я прошла кардиограмму, флюорографию. Это такие предварительные этапы для того, чтобы лечь в больницу. Купили рамочку. Я хожу как юный какой-то сумасшедший натуралист. Художник. И самое классное, мы зашли в секонд-хенд, который находится прямо на рынке. Такой винтажный. Мы его так считаем винтажным. И что-то у меня интуиция тянула меня на купальники. Я не могу купальники и всё. Мама там ходит, какие-то платья выбирает. Мне нервничать же нельзя. Никаких волнений, потрастений. Всё должно быть спокойно. И тут я вижу бирку и у меня чуть обморок не случился. Сейчас я играла. Я сейчас не так же переживаю, как я дана переживала. Первая бирка. Называй. Это тебе Эмпорио. Эмпорио Армани. Оригинальная. Всё там, все эти этикеточки. Я листаю дальше. Там Adidas и Nike. Тоже вообще так как-то... Ту-тфу-тфу проходит. И тут я такая смотрю. Красный купальник цельный. Я потом покажу в моих покупках Second Hand. Красный купальник. И вижу такой маленький значок. Мой любимый бренд. Tommy. Tommy Hilfiger. В общем, мы купили три купальника за 250 гривен. Ну, как бы можно было, если на весы дешевле, но таких фирм встречаются они крайне редко. Поэтому мы довольны идём. Но мы не показываем свои эмоции. Нам уже нельзя. А самое интересное, мы так стояли и так как будто бы ничего особенного не нашли. Подавцу не показывали. Насколько мы в восторге были от того, что мы нашли. Потому что цен не было на купальниках, чтобы она не завысила их ещё больше, когда увидит нас. Вали и положительные. Стрессы сейчас тоже не нужны. Да, и положительные не нужны. В общем, сейчас мы придём домой, перекусим что-то и пойдём на море. Нет, сначала берём немножко вещи, загрузим стирку и пойдём на море купаться. Такая погода классная сегодня. Да кто здесь такие? Вы просили меня снять видео про расхламление гардероба? Пожалуйста, получайте. У меня даже стойка выпала, всё попадало. Тут, короче, я решила такое сделать, ребрендинг жёсткий. В общем, всё поменяла местами, всё прикладывала. Сейчас я вам покажу то, что часть, которая уже готова. Так, девочки, смотрите. Вот эта часть, которая готова, вот там вот у меня хранятся зимняя и осенняя одежда. Я специально всё упаковала в пакеты и, получается, всё перемоталось скотчем. Так что я знаю, где какая куртка либо там пальто расположена. Вверху у меня лежат кардиганы и трикотажные кофточки, более плотные. Здесь у меня лежат свитера и свитшоты. Вот эта вот полка такая странная. Это лёгкие кофточки, лёгкие свитшоты. Это у меня одно парео, которое мы используем как подстилку. Ну, это я сейчас его положила сюда случайно. Вот здесь у меня костюмы и накидки на купальник. И вот это вот сами купальники, сложены в такой пакет. Вот, пока что больше показывать нечего. Девочки, лайфхак от меня. Чтобы меньше места занимать, я все футболки, вот такие вот майки, алкоголички вешаю на один трейпель. Получается, экономия места крутая. Девочки, мы уже на море. Чего только девочки и мальчики уже меня смотрят. Ребята, мы на море. Так круто! Вода вообще восхитительная. Ну, только когда отойти так от берега метров на сколько здесь? Сто? Стоит на 100 метров. Супер! Я теперь снимаю. Морской перекус. Моря. Морской лук. Ребята, взяла раскраску антистресс. Классная такая, столько картинок. Я тут немножко уже начинала рисовать всякие. Вот, саванну начинала. Но карандаши у меня такие не стрессоустойчивые. Это ужас. Вообще ничего не рисую. Так что, эту фирму не покупайте. Вернулись в море, продолжили наше расслабление. Вот здесь у нас висят летние платья. Вот это вот весь ряд такой вот где-то полтора метра. Вот здесь я сложила шорты свои все. Так, двигаемся. Тут я вам рассказывала, что тут у меня получается бомберы и джинсовые куртки. Вот здесь у меня блузки с коротким рукавом. Джинсовые шорты и юбки хранятся. Здесь я повесила рубашки с длинным рукавом. И я сделала так, чтобы, видите, на каждую рубашку повесила джинсовую, ну, не только джинсы, а вообще жилетку, чтобы сэкономить место. Ну, вот примерно так у меня происходит организация моей одежды. джинсы я спрятала вот здесь вот на полочке. Ой, ничего не видно. Сейчас, секунду. Так, сейчас я включила подсветку. Вот, получается, джинсы в стопку сложены в два ряда у меня на полочках. И с другой стороны точно так же. Привет, ребятки. Ой, музыка. Видите, мое лицо, мне кажется, уже намного лучше становится. Сегодня второй день лечения, который мне назначили в больнице. Мне нравится, как помогает. Если кому-то интересно, напишите в комментариях, я вам расскажу, какие я использовала, какие средства мне помогли. Это уже медикаментозное лечение, конечно, оно может быть не совсем каждому подойдет, но для общей картины, если вы, допустим, проходите лечение, чтобы знать, как сравнить, с чем было. Сегодня такая заспанная, не могу просто. Так спать хочется. Вроде бы поспала 9 часов нормально, но все равно не могу проснуться. Сейчас вот это вот начинается, только вата начинает снимать. Сейчас едем на новую почту забирать тонометр, который мы дедушке купили. Потом едем в машину мою, в гараж мою машину забирать. Здорово, все. Здорово, сейчас я сказала. Здорово, сейчас я сказала. Варя очень нас радостный. Сережу не снимаю. Короче, потом еду заправляю машину и буду мотаться по больнице. Девочки, съездила в больницу, не пугайтесь, мне такой спортивный топ, у нас так жарко дома. Кондер сейчас включим. Точнее, наверное, не буду к чаю кондер. Сейчас попьем чаек и пойдем на море. Блин, там так круто сейчас. Что хотела рассказать? Сегодня съездила я в больницу, в одну, вторую, оформляют меня все-таки на круглосуточный стационар. Ну, я думаю, я все-таки договорю, что я буду уходить ночевать. Меня кладут дерматологию. Взяли сегодня у меня столько крови, анализа, это капец, на фликобастер, на спид, рви, но это как бы стационарная, стандартная процедура для того, чтобы оформиться в больницу. Ну, и после мы ехали, после клиники, решили заехать в маму скоро день рождения, купить ей винишко, начать подготовительные такие процедуры, покупать там продукты, потом не все одним махом, потому что, когда одним махом, обязательно что-то забывается, а так постепенно, по чуть-чуть. Сейчас я вам покажу, какие мы купили ей вина. Так, ну, смотрите, мы купили три бутылки вина, две красные и одна, это беленькая. Вот этот вот фильма Леонардо, сейчас я вам покажу, где он у меня тут, чек этот, блин, вот, он стоит сейчас по скидке, ой, 139 гривен, а вот такая вот аналог бутылки, тоже фильма Леонардо, стоит 600 гривен, то есть я вообще была поражена от стоимости вина. Ну, вот это вот Куртуази, Куртуали Вази, как Куртуази, правильно его произносить, стоит 124 гривны, и вот это вот вино стоит вообще 99, то есть это копейки, но, как я выбираю вина, поворачиваю здесь этикетку и читаю, чтобы здесь было, блин, не хочет фокусироваться ни в какую, чтобы было несколько сортов винограда, если один, это порошковое вино, это не то, что нужно, это будет оно с примесями, и вот в этой вот бутылке 4 сорта, здесь 3 сорта, и здесь 3 сорта винограда, то есть я представляю, насколько они вкусные, и очень для меня важно, чтобы они были не порошковые. Еще мы купили лаваша, у меня лаваш можно, может быть, какую-то начинку у него добавлю, съедим, и купили вот такие вот батончики, и тми, мы долго изучали состав, в принципе, можно сказать, что состав здесь неплохой, есть, конечно, пара ароматизаторов, что меня смущает, но я надеюсь, что это не такая уж проблема, вот, вот, так вот мы затарились сегодня, еще скромненько, вот, на 418 гривен, вроде ничего не купили, а столько денег потратили. Я, конечно, собралась на море, но сейчас смотрю, у нас не особо так и солнечно, мне кажется, что вот-вот дождь пойдет, еще мне нужно кучу видео монтировать для вас, вот, но я, в принципе, стараюсь, хотя бы, чтобы раз в день выходили видео, вы же тоже, надеюсь, понимаете меня, что я разорваться не могу, и все, 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 а, еще с ней планирую начать ремонт, я уже расчищаю в той комнате гардеробной, все, 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 опять, мы уже 4 чемодана вещей отвезли в комиссионку, и еще столько же осталось, вот, еще хотела сказать вам, девочки, смотрите на мое лицо, я, конечно, боюсь накаркать, но вот вы помните, какие ужасы были вот здесь, и какие сейчас, сейчас вот это вот, опухлости ушли, вот эти вот огромные, такие вот, набрякшести, а остались только как шрамик, это вот я мазью этой пользуюсь, мне, конечно, очень нравится, вот, что еще сказать, конечно, так в сон клонит, но я хочу набрать книжек, хочу чай сделать себе, и на морюшко поехать, ну, приехали с моря, накупались, так здорово, круто, сейчас у нас очень важная миссия, мы переделываем мой старинный шкаф, мы решили его не выбрасывать, а сделать его в таком вот белом стиле, как-то может быть ткань какую-то, либо бумагу купить, красиво его оформить, и делать большую перестановку в этой комнате, в общем, планы грандиозные, сейчас бегаем сантиметром с ленты, на ужин на сегодня вареный пеленгаз, и салат с капустой и огурцом, заправленный, по-моему, по-моему, маслом виноградной косточки, мама заправляла, я не обратила внимания, вот, уже слюнки текут, такой запах покрутили классный, дочеки, дочеки. Спасибо. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА